Кто тебя снимает, девочка, в себя придет, снимает проституток, которые вечерами там стоят. Не надо мне снимать, не надо со мной так разговаривать. Вот купили товары, абсолютно все ручки оказались, с истекшими сроками годности. Документы будут телевизорны, если они у вас, конечно же, есть. На основании чего? На основании заявлений администрации магазина. По поводу? Заявление о чем? О вашем недостойном поведении. Серьезно? Какого хрена ты ведешь себя, как дармоед? Не выполняешь эти функции? Я выполняю. Если бы ты выполнял свои функции, а твои функции наблюдений, ты бы наблюдал и знал бы, что это все оплачено. Слушайте, вы мне не можете чек сейчас показать? Не могу. Не можете? Потому что не хочу. Хорошо, давайте сейчас пройдем обратно, я посмотрю чек там. Тогда просто пошел вон отсюда. Тогда мы ждем полицию. Иди, жди. Иди, жди. Иди, жди. И вот в твои функции входят наблюдения. Правильно? Да. Какого хрена ты ведешь себя, как дармоед? Не выполняешь эти функции? Я выполняю. Если бы ты выполнял свои функции, а твои функции наблюдений, ты бы наблюдал. Я тебе нормально попросил. Ты бы наблюдал и знал бы, и знал бы, что это все оплачено. Ну что ж ты просил? Я тебе попрошу отжаться здесь сто раз. Будешь отжиматься? Ты как-то путаешь, по-моему, нет? В смысле? Ты нас попросил, тебе было отказано в этой просьбе. Что дальше? Ничего, я тебе говорю, будем ждать полицию. В смысле ждать? В прямом, пока она приедет. Ну, жди, что? Я жду, и ты будешь ждать. А мы-то с какого хрена? Мы по своим делам, если собираемся. Соберемся после того. После того, как приедем. Вот у чего? Что за оскорбление? Включи телефон. Включи телефон. А у нас вон идет фиксация. Отлично. Почему ты оскорбляешь? А почему ты превышаешь полномочия? Иди мусорнись. Почему полномочия превышаешь? Вот мусорнись. Ты задерживаешь нас сейчас. Прошу показать чек? Так у тебя нет этих функций. Я не обязан тебе чек показывать. Смотри, ты не работник торгового предприятия этого. Ты нанятая отдельная структура. И какого рожна документ между покупателем и магазином тебе должны показывать? Ты кто в этой сделке? Он страус. Этим все сказано. Вот на бейджике написано. Значит, его не пугать. Страус и город. Он сейчас бошку в песок. Здесь нет песка. Не пугай его асфальт. У учебник зоологии, похоже, с курином был в школе. Ну, это без тебя я разберусь. Что там было в школе? Ну, и так на всякий случай. В школе, я вижу, ничего не было. Конечно. Просто безграмотного бездаря, по моему мнению, перед собой вижу. И все. Никакой боле. Прошел отпустить мою тележку потребительскую. И пойти на ухо отсюда, пока не поздно. Пока по-хорошему. Что, будет по-плохому? Может быть и по-плохому. Вполне. Проводка. Я считаю, что вы меня грабите. Отпустите, пожалуйста, мою телегу. Или я вынужден буду применять средства самообороны. Пожалуйста. Телегу отпустил? Да. Все? Отпустил. Молодец. Я же говорю, может быть и по-плохому. Мы ко всему готовы. Конечно, я вижу. Делать не хрена насмель. Но мы этот вопрос руководствуем обязательно поднимем. Конечно поднимем тебя. Я даже буду задеть этого обязательно. Ну что, будете задерживать? Ну, все выяснили. Ну, хорошо. Не, ну вдруг что дадам на дурака. Отойдем со спины. А, ну он поверил, что есть четко. Ну, пойдем, короче. А как зовут-то охранника? Страус Эдуард Александрович. ЧОП? Нет, все же написано. Нет, написана карточка, я вижу. А ЧОП или не ЧОП? Здесь не написано, ЧОП или не ЧОП. Старшей смены метра. Разве не написано ЧОП? Не, не написано ЧОП. Охрана предприятия. А, охрана предприятия. Тогда согласно федеральному закону ЧОП, пожалуйста, удостоверение можно ваше посмотреть? Нет, это с тобой. А как вы несете службу без удостоверения? Это нарушение закона ЧОП? Как администратов. Это нарушение закона ОЧОП. Вы, как частный охранник, вы обязаны, вы отказываетесь предоставить удостоверение? Я же сказал, что это что-то отказываете? Отказываете? Я же сказал прямую текст. Это ваша обязанность. Согласно закону ОЧОП. Вы не слышали, я вам ответил прямым текстом по поводу удостоверения. Статья 12.1 обязывает вас во время несения службы по требованию сотрудников полиции и иных граждан предъявлять служебное удостоверение. Я же ответил на вопрос. Ну, почему вы нарушаете закон, а что? Так получилось. Так получилось. Ну, смотри, если я приду в автошколу. Мужчина, вы что? И сдам экзамен. Что? Так смотреть нечего? Нет, ничего? Сдам экзамен. Просто охрана. Контролер. В ДД. Вопросов нет к контролерам, вопросов нет. Вместо того, чтобы конфликт оккупировать, вы, как работник сферы обслуживания, его, наоборот, подогреваете. Отличный сервис. Это вот прям верхушка профессионализма вашей деятельности. Потому что я сотрудник в Европобанке. И? И это значит можно покупателям? Нет, 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 не можно. Можно не показывать бы, джек потребитель. До сих пор скрывают. Нет, нет. Подождите, подождите минуточку. Давайте так. Да не будем мы ждать, Наташа. Я вам объяснила ситуацию. Я вам объяснила ситуацию. Алло, Ярослав, мы приехали. Только вот одна отделенка. Тут на входе, на сервисе. Какая-то неадекватная успел прочитать. Неадекватная? Я так не оставлю. Вы мне предоставили. Если вы не были, я так это не оставлю. Зачем побежала тут отрава на нас звать? Орет, сейчас менток вызвать. А если не предоставим, то что? Я сказала, я это не оставлю. Не оставляйте. Кто? Вы, главное, потом задний не сдавайте. Ну вот, главное, чтобы... Я очень на это надеюсь. Потому что все сдают. А я не предоставлю. Я иду до конца. А что он не представляет, не решает лапшу покупателям, что она не обязана представляться, при этом на ней зачем-то бейджик висит, который она не показывает, прячет? Вот идет видеофиксация, она позорит полностью. Ну вот вопрос-то простой возник. А вот при входе мы прошли, как всегда, за другими людьми. Говорю, как к вам пройти? Говорит, скачать приложение. Ну вот мы приложения какие никогда не качаем на противнике, чтобы запламлять телефон. Она требует показать телефон. У нас Nokia с фонариком у одного был, а у меня как из 90-х труба с кнопками, длинная, большая. Покажите, докажите, говорит. Я говорю, дайте пластик и все. Нет, мы уходим от пластика. Вот покажите, докажите, что у вас такой телефон. И смотри, другим покупателям на нас жалуются. Она сейчас другим покупателям. Какие мы негодяи, какие не поплохие. Все это подлинно фиксацию происходит. Из Беларуси она будет часов 10 ехать. Давай, вызывай, вызывай полицию. Вызывай. Хочет нам на метро полицию вызвать. Так что, не описуйте. Если оформим, если 300 тысяч прилетит сейчас на юрлицо, это все из-за нее знает. Кто тебя снимает, девочка, в себя придет. Снимает проституток, которые вечерами там стоят. Тебя никто не снимает. Не надо мне запрещать то, что мне разрешил закон. Прекратите заниматься самоуправством. Самоуправством прекратите заниматься. Ты не в школе. Опомнись. В какое место ты почувствовал, что я тебя тыкнул? В какое место я тебя тыкал? Не мечтай, не мечтай. Папки жалуются, а? Как некрасиво. Здрасте. Здрасте. Ну и Касал спросил к вам подойти. Могу ли что-нибудь помочь? Я только не совсем понимаю, Антон, вот служба безопасности не имеет отношения к торговым процессам, а наш вопрос и наша следующая встреча должна происходить вот по торговым процессам. Были нарушены наши права как потребителей. Понятно, ну в прямую, конечно, нет, я не имею сужу, пожалуйста. Но если чем-то могу помочь, давайте посмотрим, разберемся. В чем проблема? Ну сейчас с девочкой проблемы. Проручки купили. В курсе? Нет, ставил в курсе ситуацию. Так всегда ставил. Вчера, по-моему, было. Ну вот, да, и абсолютно все товары, кроме буханки хлеба, которые вот он купил поесть, оказались со стекшими сроками годности. То есть, то, что должно входить в потери торгового предприятия, то, у чего он истек срок годности в ноябре 20, извиняюсь, в ноябре 20 года, в ноябре 20 года есть товары истек срок годности. То есть, кто-то в метро недорасчитал объемы продаж, они недопродались. Не готов комментировать данные обстоятельства. Ну, если они были в реализации и не продались по тем или иным причинам, логично же, что недопродались, если до сих пор до вчерашнего вечера стояли. Понимаете, я не видел эти вещи. Значит, если, хорошо, переформулирую, есть основания полагать, что кто-то в метро не рассчитал объем продаж. А если кто-то в метро не рассчитал объемы продаж, и это превратилось в ноябре 20 года в списанку, то метро должны понести потери. Были. А вчера получилось так, что я вот свою карман вот так отбашлял, короче, на кассу, и метро пожелало оплатить свои потери почему-то за мой счет. Как было, чек есть, сами товары мы действительно приобрели, есть камеры торгового предприятия. Девочка обещала вызывать полицию. А, пусть вызывает, пусть на базар. Она вызвала? Вы вызвали? А, вот она утверждает, что вызвала в магазин полиции. Так. Она же теперь звезда. Пыджик, Наталья. Передит Европа-банк. А, это вот Европа-банк такой сервис оказывает. А, действительно, это не сервис, согласен. С сервисом здесь не пахло. Тупая с рецепта подставила весь метр. Не подставила весь метр, а вы... А подставила больше, всю сеть. А, всю сеть абсолютно. Я вас, я вас люблю, черную икру на 50 тысяч победон для ответственности. А, нет, 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 нет. Ничего не нарушает вас порядок. Нарушайте. Ну, остались. О. Здравствуйте, что вы? Здравствуйте. Здравствуйте. То есть старшее ответственное лицо, это вы? Я слушаю вас. Вы кассир-оператор? Я слушаю вас. Точно вы ответственное лицо? Я слушаю вас. Старше по должности кто-то есть, нет? Нет. Вообще никого? Нет. Кошмар. Нет. Слушай, а у вас просрочкой торгуете? Да, есть товарищи. А, что просрочкой? Все столки есть. Вот это все просрочка. Вот это все просрочка. Вот купили товары, абсолютно все ручки оказались с истекшими сроками годности. Абсолютно все ручки с истекшими с истекшими с истекшими сроками годности. Либо, как вот эта позиция, не проставлена дата производства. Она должна быть здесь. Невозможно посчитать срок годности. Икра плюс переморожена. Нарушен температурный режим, скорее всего, да? То есть, либо это плесень, либо это лед. Экспертизу я не делал. Наверное, лед, да? Я вам могу предложить только сотрудника по икру. Что сотрудника по икру? Сотрудник подойдет, пусть объясняет, почему у него в таком положении. Вот, дата производства мая 20-го года. Срок годности 2 года. Годен до сентября 21-го года. Зебра. Срок годности 3 года. Дата изготовления 9-й месяц 2017-го года. В сентябре 2020-го года истек срок годности. Кто у вас управляющий? Да прямо управляющий. Звонить, звонить службе безопасности. Я решаю, я достаю карточку. Что вы миссулируете, текаете? Я вообще, что для вас? А я и не собираюсь рассчитываться. Прямо сейчас уйду. Вот все ручки просрочены. Истек срок годности. Офигенно. Что вот это? Ну что они смотрели? Мужики. Летва надо указать, а вы тут тоже. Ну что за мужики? Это грамотные... Да причем тут это? Ребята, откуда они? Да что же это такое? Это же не рынок. Пожалуйста. Вы не забывайте тоже об этом. У вас где цена? Вот только вышла. А вы так что уговорите? Это не коммунальная квартира. Да вы замолчите или нет? Нет. Вы из коммуналки у нас пришли. Вы из коммуналки пришли. Нет, я все время в дворце. Да в каком вы дворце жили? По вас видно, в каком вы дворце живете. И что же видно? И сейчас. И что же видно? Ну то и видно. Что, рот, закройте и стойте. И все. Нет, я не могу закрывать. Ну тогда заткнись просто-напросто. 77 лет, она мне будет еще указывать тут. Что мне говорить и что мне делать. А кто же вам будет указывать? Да никто. Кто вы такая вообще? Говно какое-то стоит. Прекрасно. Еще рот раздевай. В суд подать? Рот закрой, сказала. В суд подать. Подайте в суд. Хорошо. Подайте в суд. Договорились. Вы до суда не дойдете. Хорошо. Дура какая-то. Стоит, а мы пушеком еще пасть открываем. Главное, что это все попало в камеру. Хорошо. Вот, вот, вот. У меня с юристом. Вот, вот, вот. Да фиг с ним, с юристом. Вот, вот. Это такие эпичные моменты. Вот всегда думаешь, блин, как хорошо, что взял с собой камеру, да? Потому что... Еще из 90-х пошло. Помнишь передачу сам себя режиссер? Я всегда с собой беру видеокамеру. Нет, объясните, нет. Все просрочено. Вот, все. Видите, что это все. Да, ручки все просрочены. И икра просроченная. Ну, как получилось, что у вас в магазине просроченная? Ну, икра не качественная, а вот ручки просроченные. В сентябре 2020-го истек срок годности. Я вот сколько... Я в другой раз вот беру ручки, они мне не пишут. Больше полутора лет назад истек срок годности. Я выбросила, и все, слушайте. Ну, вот поэтому не пишут, потому что... А метро вместо того, чтобы все это выкинуть, взяли, нам это продали. Кошмар, да еще за полная цена. На 38 тысяч. Вы что, меня снимаете? Конечно. Все снимаем. Все снимаем. И вон вашу подругу снимали, которая 78 лет. Она эпичная вообще здесь выступала. Нет, я не знаю. Судя по некоторым речевым... Судя по некоторым речевым оборотам, ее подруге как-то говоришь, подруга действительно такая, знаешь, аристократка. какая-то, блин, сильно непростая. Проблема-то не у нас, проблемы у торговой предприятия и его руководства. Объясните. Кому? Мне. Кому мне. Подвеставитель служит. Я вижу охрану, что к императору. А ваше канале? Ну, ко мне. Ой, что-то. Ага. Прошу вас, Владимир. Будьте добры, Васьбашника зови, а не сама, не зови, а зови, те. Нет, я не к тебе, я и обращаюсь, а только к тебе. Ребята, вот зови, те. Что? Обалдельно, что федеральный закон за чего-то останавливается. Того мы еще можем увидеть, чтобы охране что-то объяснять. Проблемы у вас в суд. В суд подойдите, пожалуйста. У нас проблем никаких нет. Да, есть, есть. Я честно говорю. Наглей не надо. Или что вы сделаете, если не надо тетя? Все поняла, не надо наглей, в том-то и фишка. Не наглей. Я вас слышу. Начальнику своему, начальнику СБ. Я старшая смена, я вас слышу. Звони начальнику. Я вас слышу, я старшая смена. Так, смена чего? Охранная? Да. Не интересует нас охрана, нас интересует либо СБ, либо интересует нас зам управляющего, управляющий или управляющая. Что у вас случилось? Я задавил вам вопрос. Если при входе человек напоминает мне неодекладку, говорит, будем вызывать Росгвардию, полицию... Да, что случилось у вас? Полномочия свои подтверди сначала. Я не... На ты с вами не переходил. Я переходил, а что дальше? Видите? Я даже выключу камеру сейчас. Я вам объясню. Я выключу камеру. Объясняй. Слушаю. Можно? Что? Не надо? Вы не хотите общаться? Что случилось? Объясняй, подтверди свои полномочия. С кем мы общаемся? Я руководитель службы безопасности. Да, ну так вот там что-то незаметно. А что незаметно? Во-вторых, до сих пор никто не подтвердил свои полномочия. Вот какие тебе полномочия пройдут? Кто? Ермаков, Евгений, Сергеевич. Дальше. Для полного ознакомления. Для полного. Это мой пенсионный. Ну, пенсионный. Ну, и... Ну, был когда-то... Сейчас бы... Ну, а метро-то каким? А метро сейчас выходит в службу безопасности. Опыт подтвердят мои сотрудники. Если я имею право вызвать полицию здесь... Ты имеешь право, и что? Да. Так что у вас случилось? На себя вызвать будешь? На себя вызвать будешь. Что у вас случилось? Вызывай на себя. Молодой человек, что у вас случилось? Вызывай на себя. Что у вас случилось? Молодой человек, я задаю вам вопрос. У вас что-то случилось? Руководитель службы безопасности компании метро Ермаков. Я тебе сейчас президентом Путином представлюсь. Поверишь мне? Сходи, пожалуйста, возьми. Будем полицию, Росгвардию вызывать. Конечно, будем вызывать. На тех, чьи права были нарушены. Ты в адеквате? Какие? Я в адеквате. Мне незаметно нифига. Вот этот. Незаметно. Я в адеквате. Вы меня оскорбляйте? Вот эту видеозапись я приеду в Москве на Ленинградское шоссе 71. Предъявите. И покажу обязательно руководству, чем здесь занимаются недоисбшники. Хорошо. Что у вас случилось, молодой человек? Еще пенсионный показывает, под полковником полиции он был. Что у вас случилось? С таким подходом я не верю, что он в полиции служил. Как минимум ментом был, а возможно даже мусором. Может быть. Что у вас случилось? Нет. Сначала подтвердишь свои полномочия, потом возможно будем разговаривать. Это ваш товар? Сначала подтвердишь свои полномочия, потом какие-то вопросы будем задавать. Это ваш товар? Не надо мне тыкать. Еще раз объясню. Сначала подтвердишь свои полномочия, потом возможно еще не точно. Мы на какие-то вопросы ответим. Все ясно? Хорошо. Понаберут быкующих всяких непонятных, 90-е прошли, запомни. Так вот именно сейчас 2000-е, живем согласно… Какие 2000-е уже 20-е, ё-моё. В 2000-е? Ты в нулевых застрял, в 2000-е. 2021 год. 2022 год. 22-е. А ты все в нулевых живешь? Двухтысячные. А какие? Трехтысячные? Службы или работу в полиции, скорее всего, работа у тебя была. Там, там, позади осталось. Да, это вопросов нет. У вас сейчас что случилось? Вы вызывайте все руководство, я приехал. В чем проблема? Я приехал, блин. От самого колбасой краковской пахнет, блин. Закусывать надо чем-то, блин, получше. И начинает здесь пургу нам гнать, не подтвердив полномочий. У вас что-то случилось? Да у вас случилось, у вас случилось, если вдруг ты представитель мэтра. О чем мы, надеюсь, в скором времени узнаем? Что такое? Его кофе? Бумажка? А что? Бумажка? Вам доверенность показать? Обязательно. Не подтверждается обычная бумажка. Я вот сейчас напечатаю себе бумажку. Президент Путин. Что, я буду президентом Путиным, что ли? Я видел какую-то там надпись. Дождите, пожалуйста. Ты знаешь, я посещал сейчас здесь общественный сортир, там написано ответственный Ермаков. Вот это я видел. Самый большой камень в ваш огород – это вот экран. А что, секунду? А возьмите. Мамочку. Как образовался лед? У нас есть видеофиксация. У нас есть видеофиксация. Мы претензию составим, соответственно, нашим подрядчикам, которые обслуживают холодильные бренды. А мы к ООО «Метро Кэшнт Кори» составим претензию. В досудебном порядке. В досудебном порядке. Конечно. То есть вы хотите сделать на это все возврат? Мы хотим, чтобы это такого рода поварами, а никто не торговал. Не будет торговаривать. Вы хотите сделать возврат? А позорность уже 2 метра по Питеру – это раз. Вы хотите сделать возврат? Кто про это скажет? Просто посмотрите. Вот две нижние строчки вот эти вот. Я не посмотрю. Возможно, захотим в какой-то ближайшем году. В какой году? вы можете все что снять от? Да мы тоже всё снять. Вы хотите сделать возврат? На полтора года про срочка. Полтора года. Все сотрудники… Вы хотите сделать возврат? Захотим, сделаем. У нас есть время подумать? Я думаю, такое серьезное предприятие не будет нарушать еще и других наших. как потребителей, естественно, воспользуемся своими законом товарами, ваш товар, вы его приобрели, вопрос от этого, мы то выбирали качественный, посмотрели, брали качественный, а на кассе обнаружили, что некачественный, в силу того, что мы два не особо дружащие с мозгом, нам показалось, что он качественный, вы согласны твою имущество, что хотел испортить, я не пойму, нет, вы хотите купить этот товар компании Метро, все, делаем возврат, не сейчас, решу, я же могу им сейчас свободно распоряжаться, нет, почему, потому что потом целостность и все остальное доказывать будет тяжело, особенно на целостность, целостность чего, простите, целостность того, что уже давно, более чем полтора года назад, я имею ввиду, что вот это, допустим, да, я могу им распоряжаться? Я сейчас тоже распоряжаться, нет, он просрочен товаром, мы вынуждены, как бы вам вернуть деньги. Это моя собственность. То есть вы будете это употреблять? К примеру, а могу сдать на экспертизу, могу? Он может сейчас, например, все это в помойку, могу сдать на экспертизу, а возврат сделаете после сдания на экспертизу? Он может все в помойку выкинуть, например, но если будет официальная бумага, сдавайте, переходите. Какая официальная бумага? Экспертиза. Это некачественный товар. Так это уже экспертиза-то для меня. А деньги-то вы мне за некачественный товар обязаны вернуть? Если вы принесете товар, вернете товар. Принесу. Вы знаете гражданский кодекс? Часть уйдет товара, экспертиза? Вы что, как знаю. Вы приносите товар, мы возвращаем деньги. Не товар. Там не так. Там не так. А как это написано? 503-й, откройте его. 103-й, статья гражданского кодекса, например. Ну, потому что вы, как бывший мент, как вы сами выразились, должны знать хотя бы гражданский кодекс. Давайте вот с другой стороны, 163-й у каэра. О чем говорят? О чем? Вспомните, вымогательство. Ну, и что? А что вы хотите? А где здесь факт вымогательства? Что говорится в экспозиции? Вы хотите, что я вот это съем? И? И что я вымогаю? И потом принесу? С моего товара что я вымогаю? Нет, вы не вымогаете сейчас ничего. Но потом вы хотите получить за это возврат. В обязательном порядке. За некачественное товар. Вы вправе удерживать деньги? А если обратиться? Я вам сейчас предлагаю. Секунду, подождите. Откройте гражданский кодекс. Я вам сейчас предлагаю некачественное товар. Послушайте, если чек из кодекс вышел, это в любом случае уже гражданско-правовые отношения. Это ваш товар. В любом случае гражданско-правовые. Чек есть. Чек есть. Это гражданско-правовые. Как ни крути. Так вы хотите вернуть товар или нет? А так как этот товар вот сейчас ему принадлежит, он имеет право распоряжаться им по своему усмотрению. Распоряжайтесь. Так вы забираете? Который на пустом месте вызывает затем бойцов в гардии. Я еще раз объясняю. Вы купили некачественный якобы товар. Почему якобы? Я вам предлагаю вернуть. Сейчас сам подтвердил, что качественный. Я вам предлагаю вернуть за этот товар полностью денежные средства. И? Если у вас есть и останутся претензии. Компании Метро. Вы можете написать официальную жалобу на компанию Метро. Жалобу. Есть книга жалоб. Можете обратиться на сайт. Можете книгу отзывов. Отзывов и предложений. Можете написать жалобу. Не жалоба там написано. Нет. Можете оставить свою жалобу. Хреново у него как у бывшего мента работа фотографическая память. Он не смог даже запомнить фотографическую память. Молодой человек, я задал его вопрос. Вы возвращаете там вак или нет? Или книгу отзывов предложений. Икра была опечатана? Вами лично? Производитель. Все претензии к производителю. Нифига. Продавец о Метро Кэшн. Она была вот в таком виде. У нас есть все необходимые доказатели. Хорошо, предъявите мне рассмотры. Я задал вам вопрос. Если вы хотите вернуть товар, я вам должен предложить это? Сколько раз я ответил? Уже как минимум четыре. А вдруг вы передумали? Мы здесь уже почти на 100. Какой раз? Вы стоите уже вообще до 23 часов. Каждую секунду одно и то же твердите, а вдруг вы передумали? Добрый вечер, мужчины. Добрый. Капитан Ксинафон, мне зовут документы, вы телевизорные, если они у вас, конечно же, есть. Основание чего? Основание заявления администрации магазина. По поводу? По поводу о чем? О вашем недостойном поведении. Серьезно? Документы. Заявляем вам о недостойном поведении администрации магазина. Ну, кстати, охранник, это не есть администрация магазина. Ну, вы в праве с личной зрелией не встать вводить, в праве снаете себя. Ну, вот закон не нарушали никаким образом. И, собственно, не считаем, что есть основания каких-то. В чем конфликт вообще? Не было конфликта вообще никакого. Нам говорят, что есть. Ну, про былоболился человек, бывает. С кем конфликта был? Вань, и все. Ну, приходили небольшие замечания про кассиров, называли 3D-ярки, алисами там и все остальное, пели песенники лично по моему. Ну, вот так вот у меня. Нецензурные брони выражались? Хрен. Хрен? Да, нахрен. Хрен у тебя в продаже. Хрен в продаже на полках. А пусть напишут, почитаем. Заявление он может даже на свое очко написать при желании, но... Вообще, если нет, то есть закон. Что-то не поделили, я понимаю. Вообще ничего не делили. Вообще ничего делили. Что случилось? Возьми, пожалуйста, фломастеры, можешь? Оно случается уже второй день. Это мои. Возьми, пожалуйста. А что, зачем? А возьми, посмотри. Я не знаю, что у них, но... В обратную сторону, посмотри на сроковность. Мы будем с прасрочкой. А. Вот купили товары с истекшим сроком бонусы. Понял же, о чем? А у них такая футбанка, зачем-то вас вызывать. Вот они нарушили право потребителей. Сами. И зачем-то вызывают. Вот это просто бред какой-то. Да пусть напишут. В 306-ю никто не отменял. Ребята нас в отдел доставят. Доставят. Образуется состав. То есть права гражданина были нарушены. Образуется состав в 306-ю. Без вопросов. Если Ваня готов на себя 306-ю намотать. Поехали, Вадик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова